Всем привет! С вами Матвей и Вика. Мы решили записать блог о Пекине, потому что мы живем здесь уже почти год. 18 ноября будет год, как мы здесь живем. Вот, собственно, у многих людей, наших знакомых, друзей, родственников возникло много вопросов. И все нам говорят, типа, давайте снимайте, рассказывайте. Ну, еще раз всем привет. Да какой всем привет? Почему это так сложно оказалось? Нам часто задавали вопросы о том, как мы тут живем, нравится нам тут не нравится, какие цены. И мы решили ответить на три самых часто задаваемых вопроса. Первый вопрос. Как вы на это решились? Ну, на мой взгляд, нет ничего сложного в этом. Если есть куда поехать, если есть предложение, то, в общем, просто берешь и едешь. Мы женаты были. И, в общем, для нас это достаточно просто. У нас есть взаимоподдержка. И поэтому просто поступило предложение от моего знакомого, с которым я познакомился. Я жил какое-то время в Пекине, когда был подростком. В общем, это долгая история. Может быть, когда-нибудь потом расскажу. И познакомился здесь с человеком, который занимался музыкой и занимается сейчас, заниматься в музыкальной сфере. Так мы сюда попали. И просто, когда это предложение появилось, мы сразу же согласились. Потому что это крутая возможность, я считаю, побывать, язык подучить. Опять-таки. Поэтому всем советую, если кто-то может поехать за границу, поработать, поучиться, пожить, то это очень круто. Я считаю, что в этом нет абсолютно ничего страшного. Многие говорят, как вы поехали в Китай, это же совсем другое. На самом деле это очень круто. Хотя первое время мне не очень нравилось, но спустя год я поняла, что это как минимум очень интересно. Нравится ли нам жить в Пекине и вообще в Китае? Нравится ли нам эта страна? Да. Нам очень нравится здесь. И мы это особенно ощутили, наверное, когда съездили обратно в Россию на месяц, побыли там. И вернувшись, мы поняли, что мы просто кайфуем. В том числе, потому что, конечно же, у нас здесь свое жилье. Мы снимаем здесь квартиру, вот, и работа, как-то вся жизнь сосредоточена сейчас здесь наша. Поэтому, конечно же, мы очень любим это место. Нам нравится еда, плюс здесь есть очень много всяких фишечек, которых нет в России, которые очень удобные. Там заказ еды, вообще, в принципе, доставка всевозможных товаров, плюс их дешевизна. Что мне нравится, это то, что здесь, конечно же, очень грязно. Тут грязный воздух, и порой это просто очень сильно влияет на жизнь, потому что это просто опасно выходить на улицу при такой погоде. Но в целом страну мы очень любим и очень благодарны за то, что она открыла для нас свои объятия. Первое время, когда мы только приехали, это была осень. И как раз осенью и зимой здесь наиболее грязный воздух, потому что, наверное, ветра... Ну, вообще, Пекин находится в низине, вокруг горы, и получается, здесь скапливается все. Все плохое, что есть в этом мире, оно приходит к нам. Потом, весной и летом, когда подули ветра, когда пошли дожди, уже воздух стал намного чище. Подули ветра... Ой-ой-ой, и сакура расцвела, просто склонный. Цены в Пекине? Это вопрос номер три. Вечный вопрос. Всем тоже очень интересно, сколько здесь что стоит. Самое дорогое, что здесь есть, это жилье. Съем и покупка квартир. Это очень дорогая история. Все остальное где-то в полтора раза дешевле, чем в Москве. То есть и еда, и развлечения, то есть, в принципе, и транспорт. Все это на порядок дешевле. То есть, нам съездить на автобусе от нашего дома до центра обходится в два с половиной юаня. Это порядка 20 рублей. То есть, это очень дешево, учитывая, что в Москве проезд даже с тройкой стоит 38. Еда здесь тоже дешевая, особенно овощи. Овощей здесь просто немерено много. Все достаточно дешево, что очень приятно. Мы ответили на эти вопросы очень жратно и коротко. И поэтому пишите в комментариях, предлагайте интересные темы. Мы с радостью будем вместе с вами изучать и показывать вам, как здесь живут люди. Хоть под туризмом позанимаемся хотя бы. Наверное, на эти вопросы, которые мы ответили, мы можем еще более подробно рассказать. И мы это сделаем, но уже впоследствии. Так скажем, это такое угодное видео на канале, где мы будем рассказывать про Китай, снимать всякие какие-то обзоры. Не распаковки, ребята, не распаковки. Вот, о еде я думаю, что будем много чего снимать. Собственно, такое получилось видео. Если вам понравилось, то оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Ссылочки оставим в описании. Мы надеемся, что этот канал будет интересен. И в любом случае, это память и для нас, и для наших детей, правнуков. Ну, вы знаете. Передаем привет маме Татьяне и моему брату Паше. Нет, нет, нет. Давайте как-нибудь вместе поскорим пока. Да нет, нет. Съемка идет, пленка кончается у нас. Все, ладно, давай смотреть. И вырезать.